29 февраля состоялось одно из важных политических событий в России – послание президента страны Владимира Путина. Как отметил председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, доклад был впечатляющим, где сразу были обозначены вопросы патриотизма, обороноспособности, независимости и самостоятельности государства. Президент Российской Федерации очень много говорил и правильно акцентировал внимание на участниках СВО. И самое впечатлительное, конечно, что те ребята, которые сегодня находятся на поле боя, готовы отдать жизнь за наше российское государство, в последующем будут рассмотрены как кадровый потенциал. Абдулмуслимов подчеркнул, что по возвращению наших ребят, принимающих участие в СВО, им будет оказываться помощь в виде обучения, чтобы в последующем они были трудоустроены, в том числе и на госдолжности. В своем послании президент страны также рассказал о развитии экономики и внедрению еще пяти нацпроектов. Семья, молодежь России, продолжительная и активная жизнь, кадры и экономика данных. Абдулмуслимов подчеркнул, что Владимир Путин отметил российских аграриев за те результаты, которые они достигали в последнее время. На самом деле аграрный сектор и экономика являются драйвером всей экономики, как и в нашей республике, и в частности тоже, потому что у нас республика аграрная. И, конечно, наш аграрный сектор и направления нашего аграрного сектора входят и в пятерку, и в тройку, и даже по некоторым позициям мы занимаем лидирующие позиции. И те благодарственные слова, которые были высказаны Владимиром Владимировичем, они относятся и к нашим аграриям тоже. На сегодняшний день Россия полностью обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами. Это все было достигнуто всего менее чем за пять лет. Сами начали производить, перерабатывать и реализовывать свою продукцию. Например, в Дагестане производство сельскохозяйственной продукции уже растет, и процесс не останавливается. Сейчас акцентируется внимание еще и на хранение, переработку и логистику. В ближайшее время у нас в республике будет запущено ряд плодовоочных хранилищ. И в целом у нас в ближайший год полтора-два будут запущены мощности более чем на 100 тысяч тонн. Но потребности у нас чуть больше. В любом случае в данном направлении тоже определенная работа проводится. Отдельный акцент в послании был сделан и на вопрос образования. Президент страны рассказал о ремонте и возведении школ, а также сколько их будет построено в ближайшие шесть лет в России. Аду Муслимов отметил, что под руководством Сергея Меликова будет разработан план мероприятий для участия Дагестана во всех федеральных проектах. Владимир Путин также отметил и развитие субъектов. Президент нашего государства говорит сильные регионы, сильная Россия, а мы говорим сильные муниципалитеты, сильный Дагестан. Поэтому вопросы, касающиеся, например, устойчивого развития сельских территорий, на это тоже будут выделены очень большое количество средств. Мы имеем достаточный опыт участия в этих государственных программах. В настоящее время мы прорабатываем проектно-сметные документации и в последующем они будут поданы в Министерство Хоза Российской Федерации. В данном направлении тоже мы будем работать и очень важно. В Дагестане за последние 30 лет накопились большие проблемы в сфере ЖКХ. Особенно остро стояли вопросы водообеспечения и водоотведения. Регион уже второй год использует механизм инфраструктурного меню, о котором Путин сказал в послании. Мы используем один из таких видов этого инфраструктурного меню. Мы используем бюджетный кредит. И, например, мы по данному направлению проводим водоподведение, например, городу Махачкале и водоотведение Махачкалинско-каспийской агломерации. Поэтому мы являемся участниками этого проекта. Она у нас реализуется, реализуется успешно. Уже более 75% вопросов водоотведения города Махачкале практически уже выполнены. Остальные работы тоже будут выполнены до конца текущего года. Президентом Российской Федерации также было озвучено такое значимое решение для всего российского государства о списании двух третий бюджетного долга, который имеют многие регионы. Так, миллиарды рублей пойдут на их развитие. Эти средства должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов. В рамках послания были затронуты темы подготовки кадров на соответствующем уровне, развитие студенческих городков, кампусов, повышение заработной платы и создание хороших условий для педагогических кадров, поддержки студенчества и волонтеров. Говорилось о развитии академической науки, потому что, если не будет развита академическая наука, у нас не будут научные технологии, например, в результате тех больших научных разработок и технологий, сегодня Российская Федерация использует и применяет при проведении специальной военной операции, и она обеспечивает успех нашим военным, которые сегодня находятся на передовой. Об этом тоже говорю. И говоря о прикладных науках тоже, должны, например, вести научные разработки, и они будут в разы поддержаны, финансированы проведение научных разработок в рамках государственных заданий, чтобы в последующем эти разработки имели реальную реализацию и применение на практике. Послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это программный документ, определяющий дальнейшее развитие нашей страны до 2030 года и на последующие периоды. И в Дагестане, по словам Абдул-Муслимова, он послужит основным документом, согласно которому будет актуализирование и внесение изменений в принятую ранее стратегию развития региона. Также добавил Абдул-Муслимов, что с учетом всех озвученных президентом посылов будут вноситься некоторые коррективы и развитие республики.